привет всем это александр stories for us неудобные истории неудобных иммигрантов и в сегодняшнем выпуске я хочу рассказать про пожаре сейчас прекрасно виден как горит лес я сейчас направлю туда камеру чтобы вы тоже видели не знаю заметно вам или нет облака это не облака это дым на самом деле горит сильверада kenyan примерно пожар начался 12 и в 11 часов утра и либо в полдень и до сих порвут пожарные борются но пожар пока еще довольно таки крупный заметно были вертолеты самолеты вижу что там постоянно кто-то летает и переброшенные пожарные но бы сложность обуславивается тем что это лес это каньон то есть туда так просто не подъедешь и нет хорошего места для подъезда то есть либо надо тушить воздушным способом посредством самолета вертолета либо с помощью доставки на специальных машинах воды так как у нас жарко последние дни и возможно является причиной хотя по большому счету и в основном пожары происходят из-за человека кто-то умышленно поджигает кто-то не умышленно но тем не менее рук дело рук человека сам по себе огонь возникнуть не может молнии нет грозы нет поэтому я склоняюсь тому что это все таки дело рук человека бороться очень сложно счастье что дома нет жилых построек домов там основном находится это пересеченное место кстати очень красивая живописные виды это недалеко от нашего дома относительно недалеко я сравниваю по размерам калифорнии то есть то что я допустим с дома еду на работу примерно то же самое что я дома поеду в этот каньон примерно расстояние одинаково для меня это считается близко судя по направлению дыма дым уходит на с северо-запад то есть от нас туда в сторону лос-анджелеса шлейф очень длинный я знаю получится развернуть заметно вам или нет а вот так выглядит пожар я видел самое начало приблизительно где-то в 11 45 утра я вышел на улицу чтобы встретить человека я говорю о работе и обратил внимание на такой грибообразный что-то найдет даже такое ощущение как будто взрыв вот такой огромный гриб дыма понятно что было что что-то горит что-то горит очень мощное массивное и относительно недавно потому что дым еще не распространялся только поднимался ввысь и стремить довольно стремительно быстро почему потому что дым по сути горячий и он намного легче поэтому он улетучивается быстро и далее он начинает охлаждаться и поэтому получается грибообразная форму в общем вот такие у нас новости я не знаю видно или там нет я собираюсь по приезду домой подняться на горочку недалеко от дома и сделать несколько фотографий я взращаю мою сторону так нормально трафика нету сегодня пятница вечер в принципе долгожданные выходные можно отдохнуть сегодня у нас будет семейный ужин обычно когда супруга дома не на работе я вовремя приезжаю домой так как нет дополнительной работы сегодня еще день зарплаты конечно же много поводов просто провести время с семьей ну в принципе особо больше новостей нету данный выпуск не какой-нибудь особенный посвященный каким-то вопросам просто хотела бы вам показать рассказать немножко о пожаре это дело привычное для калифорнии особенно для южной калифорнии недавно был очень сильный пожар в сторону в стороне сан-диего но успешно потушили правда сгорело очень много домов имущество сейчас я бы не сказал что это слишком что-то катастрофическое типичный пожар но всегда неприятно потому что ведь сейчас пожарники рискуя своей жизнью пытается потушить и локализовать очаг а дальше будет выяснять кто откуда источник и причины в общем вот такие нюансы как я уже говорил погода у нас становилась жаркая это типично опять же для калифорнии у нас температура очень колеблется между дневной и ночной порой и примерно составляет около 20 градусов довольно таки так днем очень жарко приходится включать кондиционер засыпаешь практически я никогда не сплюсь кондиционером то есть перед тем как пойти спать мы включаем кондиционер охлаждаем комнаты ну чтобы было хорошо засыпать под утро ну и открываем окна под утро очень приятно на улице 20 градусов даже немножко подмерзаешь в постели и даже вот с с маечкой с короткими рукавами как-то по-прохладненькому прохладненько выходить ну уже привыкли чуть попозже имею ввиду октябрь октябрь ноябрь декабрь будет еще больше разницы в температуре и больше влажность и возможно инии но морозов конечно у нас не бывает во всяком случае за все время наблюдения все все время жизни я ни разу не наблюдал а так конечно же погода типична и уже к ней ну по-любому привыкли и менять что-то не хочется тем более честно сказать хочется побольше видеть даже дождика и холодненьких дней чтобы освежиться дождика катастрофически не хватает так как засуха народ страдает цены на воду поднимаются так как каждый пытается ограничивать здесь не забывайте что у многих есть бассейны обязательно работают поливалки то есть все поливается ну а для этого всего необходима вода а когда воды нету приходится ее ограничивать или же поднимать цену я скажу точно то что у кого есть бассейн бассейн обходится ежемесячно хозяевам 600 650 долларов если вы можете ну вот я уже поднялся на горку рядом с домом и вот такой вид предложение тема пожара сейчас если увеличить я думаю заметно откуда горит и где он поднимается стол дыма вот здесь вот здесь высоко летает вертолет видимо снимает телевизор этот канал и вот обратите внимание какой идет шлейф в сторону в сторону туда Лос-Анджелес прямо находится вот куда сейчас смотрит камера но это у нас получается север северо восток вон поднимается черный стол дыма вот такой пожар сегодня вечером в пятницу 12 числа сентября я наблюдаю со стороны Ирвайна сейчас я сделаю пару снимков и пойду домой и мы пойдем в ресторан провести пятничный вечер с семьей вместе ну что ж это был Александр сторис в раз невыданной истории невыданных мигрантов США и дай бог всем здоровья пока